Привет, танкисты! С вами 40 тонн, и сегодня мы снова поговорим о тактике. Посмотрите, происходит бой, ну, сливной бой, все очень плохо на фьордах. И вот, пожалуйста, что делает британец? Он выезжает, он заряжен голдой, и он хочет продамажить вражеского фоша. Пожалуйста, он его дамажит, сам получает снаряд, и что он делает дальше? Он отъезжает, и посмотрите, вокруг умирают все, он остается один на центре, он только что разрядился, вокруг него куча врагов, у него нет никакого шанса выжить, никакого шанса перезарядиться и исправить ситуацию, на него смотрит куча народу, и он продамажил фоша, оставил ему 70 хп, и поехал просто так бесцельно умереть. Потому что, ну, все равно он не сможет выстрелить еще раз, он не успеет перезарядиться. И фош его таким образом убивает. Почему нельзя было тяжелым танком поехать попробовать заторанить его легкого фошика на 70 хп, я так и не понял. Поэтому переходим к следующему эпизоду. Вот следующая ситуация, в данный момент это уже играю я. Посмотрите, передо мной хэвик, которого нужно забрать, у него или закончился, или заканчивается барабан, и если я на него выйду, у меня есть основания предполагать, что я не умру мгновенно, потому что на карте есть только фошик, ну и там еще арта, да. И вот посмотрите, у него 886 хп, средний урон у меня 850. Могу забрать ваншотом, но могу и не забрать. Посмотрите, выехал, бах, и он кодешится, да, а мне перезаряжаться 15 секунд. Ну и 33 хп, зачем мудрствовать лукаво? Я выехал, забрал, ну да, я тут получил от 261-го, но если бы я уехал вот туда назад, он бы сейчас починил гуслю, свалился, ну, скатился бы вот сюда, там, ну, где-то остался бы вот здесь за трупом, что его уже трудно забрать, и пришлось бы как-то все равно под артой выезжать его забирать. Нет, ребята, зачем перезаряжаться 15 секунд, если можно раз, толкнул его, добил, и все. Поэтому думайте о массе вашего танка, думайте о том, сколько хп осталось, 40 хп, 50 хп, добейте тараном, и все. Переходим дальше. Следующее, о чем я хотел упомянуть, это так называемый прием клещи, когда у вас есть один враг, которого нужно разобрать, а вас двое, и он за укрытием. И вы должны использовать то, что у вас двое, а он не может башней одновременно повернуться и влево, и вправо, да, и вы должны по очереди его забирать. Посмотрите, как действует Эд 174 из клана Old School на своем Т-62, в то время как Фош пытается спрятаться за трупом, то есть по мере того, как сотка подъезжает, он откатывается, пытаясь спрятаться за трупом. И посмотрите, пока его ствол отвернут, Эд выезжает на Т-62 и как раз дамажит его. Но смотрите, как только сотка начинает поворачивать свой ствол на Эдика, он сдает назад, отъезжает, а вот отпрометчивый Хэвик, который не следит за стволом сотки, как раз выезжает, посмотрите, он в такой позиции, он не успеет уже уехать. Видите, сотка ну вот через угол аж вот до сюда простреливает, да. И посмотрите, сотка забирает и опять, посмотрите, отворачивает ствол, плюс он на КД будет 15 секунд, да. Снова выезжает Эдик и снова дамажит в борт. Спокойно дамажит, как бы все нормально. То есть, ребят, это и называется клещ, я хочу специально сделать показательное видео, как выполняется этот прием, идеально, образцово. Вот, но часто на этом палятся, ребят, приезжают вдвоем, вот тут сидит один сотка, а иногда один вообще батчат какой-нибудь, да, и начинают, один вылезает ему на ствол, видит, что лезет на ствол, ну и вылез и сдох. Потом второй, вылез и сдох. А ведь они могли его разобрать абсолютно даром, просто на шару. Подумайте об этом, но я видео все-таки выпущу. Ну и напоследок, ребят, я хочу вам показать вообще нестандартную ситуацию. Так, что-то с камерой. Ну, в общем, я на ПТ-шке, видите, где стою. Это в реплее сейчас баг камеры, у меня не установлен никакой, модно, свободно. Так, в общем, я наблюдаю вот сюда и здесь выезжают вражеские танки, их там много, куча стволов. И тут посмотрите, что происходит. Наш сотка вылезает за камень. Ну, вот так это происходило. Мы тут всем взводом были озадачены, зачем он это делает. Главное, что там стволов куча, он туда за камень не может работать. Ну, посмотрите, четыре танка, ну, то есть два десятых уровня, два девятых уровня. Причем восьмерка, он же все равно с десятым стволом, ну, ствол десятого уровня. И я вообще думал, что сотку сейчас убьют здесь. И понимаете, почему это, ну, нельзя делать? То есть сам он никакой пользы не нанес. Он совершенно не знал, я уверен, что он не знал, почему туда выехал. Он никакой пользы не принес. Но если его здесь убьют, то враги смогут выезжать. И понимаете, в чем нюанс? Трупы, как и все танки в игре, я не устану это повторять, прозрачны для засвета. Но являются непробиваемым укрытием. Если сотка здесь умрет, то вражеские танки будут выезжать, через труп сотки светить нас, они будут нас видеть. А продамажить их будет никак нельзя. То есть, когда они за камнем сидят, они хотя бы не знают, что происходит вокруг. А когда у них будет сотка, они будут выезжать, то есть они получат тактическое преимущество. Этот сотка не просто даром выехал здесь умирать, а он выехал умереть и подставить всю команду, чтобы нам было хуже воевать. И поэтому, ну мы готовы были всем взводом поставить по 5 баксов, что он все равно сюда сейчас выйдет и умрет. Поэтому я просто его убиваю. И таким образом мы вздохнули с облегчением. Мы знаем, что он будет стоять здесь и никому не помешает воевать. И, ребят, это именно тот случай, когда убийство союзника только добавляет ваш процент побед. Ну как бы дело не в статистике, а дело в желании победить в бою, понимаете? То есть он мешает победить. И в таких случаях, ну, я никогда не осуждаю убийство союзника, потому что, ну, это сделано было не ради какого-то эгоцентризма, да, доказательства, что ты крут, а ради того, чтобы во имя всего как бы хорошего он не умер вот здесь, чтобы вот здесь его труп не стоял. Поэтому, ребят, решение спорное. Я уверен, что у многих вызовет бадхерт, но поймите, если вы игрок, который хочет победить в бою, да, то иногда придется идти даже на такой шаг. Ну, это, знаете, как в ноге гангрена ее придется ампутировать, чтобы остальной организм жил. То есть никакого я не хочу там, ну, оскорбить там этого игрока. Там я и ник его, видимо, не показал вам даже. Но, как бы, ну, не нужно так делать, не нужно мешать всей команде. И иногда, ребят, придется сделать даже так. Надеюсь, эти мысли были для вас полезны. С вами, как всегда, был 40 тонн. До новых выпусков.